В Туркестанской области в этом году будет построено более 50 школ. Дальнейшим эта работа будет продолжена системно. На сегодняшний день в 133 частных школах области обучаются 34 362 учащихся. В увеличении сети частных школ в регионе за короткое время вносят большой вклад в сокращение дефицита школ. Сегодня в селе Шубарсу Родобасинского района была введена в эксплуатацию общая средняя школа Сибылем имени Аблкаира Успанова. В торжественной церемонии приняли участие старейшины, учителя, учащиеся родители. С радостным моментом поздравила Кем Туркестанской области Дархан Сатабалды. Глава государства Хасамжумарт Кемельевич поручил улучшить качество образования, оказать поддержку учителям, учащимся, сказав, мы должны создать все условия, чтобы открыть дорогу подрастающему поколению. Он призвал частный сектор инвестировать в образование. Туркестанская область лидирует по строительству школ на средства инвесторов. Сегодня мы стали свидетелями открытия новой школы в Родобасинском районе. Поздравляю всех с радостным моментом. Путь школа выпускает образованных и талантливых учеников. На торжественном собрании была перерезана лента. Участники мероприятия посетили учебные кабинеты, столовую, спортивный зал и библиотеку. Школа на 1350 мест, строительство которой началось в прошлом году, оснащена современными предметными кабинетами. Здесь созданы все условия для качественного обучения учащихся. Всего в Родобасинском районе 72 объекта образования. 66 из них являются государственными, 7 – частными. В самом селе Шубарсу 11 образовательных учреждений, где обучают 11 870 детей. Новая школа является по счёту 12 в данном селе. В селе Шубарсу Урдобасинского района открылось частное медицинское учреждение «Ролан Мед». В его открытии принял участие Акимобаси Дархан Сатабалда. Медицинский центр стоимостью 1 миллиард тенге может принимать 200 человек за смену. Здесь работают 60 человек. В центре созданы все возможности для лечения жителей. Отметим, что в 2023 году медицинским организациям области закуплено около 800 единиц медицинского оборудования. Также в службу скорой помощи было выдано 75 единиц санитарного автотранспорта. Приобретены 4 компьютерных томографа, 2 ангиографические системы, 4 видеогастроскопических комплекта, 1 видеоэндоскопический комплект и 17 аппаратов УЗИ. Лаура Сарман, Диана Белязи, Новости.